Общественный совет по независимой оценке при Департаменте культуры округа посетил Лабытнанги. Его представители проверили, насколько соответствуют современным требованиям условия предоставления услуг в Городском Доме культуры «30 лет победы». Экскурсию по учреждению для гостей проводит руководитель Дома культуры Юлия Касперова. Вместе с коллективом ежедневно работают над тем, как повысить качество услуг для лабытнанцев. Внедряют новые творческие проекты в свою деятельность, закупают современное оборудование. Одно из последних пожеланий жителей – покупка онлайн-билетов на киносеансы – уже реализована. У нас еще есть большие, грандиозные планы, которые позволят развивать новые направления, увеличивать контингент. Ну и вот, радовать жителей. Будет обязательно, мы вспомним пожелания жителей, да, однозначно будет. Независимая оценка организации культуры Ямала проводится ежегодно. Сначала ямальцы принимают участие в опросах, где они могут внести свои предложения по повышению качества услуг в музеях, библиотеках, парках и домах культуры. Главный ориентир – такой независимой оценки, чтобы у каждого жителя и гостя города было желание вернуться в учреждение культуры вновь. Все, кто приезжают к нам выступать, вот с Салихарда коллективы, там с Уренгоя, с того же вокалисты приезжают, все отмечают акустику нашего зала и комфортность, вот именно выступление, очень комфортно артистам здесь находиться. В городском доме культуры 30 лет победы и клубе «Строитель» 27 творческих коллективов, это 570 человек. В год пандемии удалось сохранить творческие коллективы и даже появились новые. Концерты, фестивали, утренники и тематические вечера, мастер-классы. Артисты, клубные системы активно участвуют в организации досуголобытанцев. Особой популярностью пользуется кинотеатр. 65 тысяч человек в год – вот средняя посещаемость всех мероприятий. Мы увидели современный дом культуры, увидели, что те замечания и предложения, которые были высказаны, они не остались без внимания. Даже те предложения, которые трудно осуществимы, мы видим, что по ним также идет работа, то есть они находятся в активной стадии решения. Поэтому мы удовлетворены состоянием. Насколько комфортны помещения, оснащены ли они необходимым оборудованием и достаточно ли вежливы сотрудники? По каждому критерию общественники дают оценку. Особое внимание комиссия уделяет доступности здания для людей-инвалидов. В данном случае мы исследуем объекты культуры, не только города Лабытнанги, но и других городов Ямал-Медского автономного округа. А везде, в каждом городе есть свои нюансы, есть свои потребности более высокие. Но тот подход, который именно применяют в данном учреждении, вот именно в Лабытнанге, мне очень понравился. И я своим коллегам буду об этом говорить, пусть они тоже его применяют на местах. Инициатором проведения независимой оценки учреждению культуры выступил Общественный совет при окружном департаменте культуры. Окончательные итоги подведут, когда обследуют все культурные объекты. Тогда будет объявлен рейтинг лучших и худших учреждений на Ямале. Дарья Самородова, Евгений Садыков, программа «Время местное».